Всем приветствую на нашем канале OptaNet. Ребята, которые еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Сегодня я покажу, как на любом Android смартфоне устанавливать любые приложения, любые игры на SD-карточку сразу. То есть многие устанавливают именно приложения, скачиваются с Play Market, а разные игры скачивают, и они устанавливаются на внутреннюю память устройства. А как известно, ее не очень много, и мы покупаем флешки, туда, допустим, скидываем фото, видео, сохраняем на флешку, ну да, а на внутреннюю память мы просто устанавливаем приложения и игры. И когда приходит момент, когда уже внутренняя память полностью забита, то немногие знают, что можно все приложения и игры устанавливать сразу на SD-карточку, или даже их переносить на SD-карточку. То есть это очень круто. И сегодня я покажу, как на любом Android смартфоне сразу с Play Market устанавливать игры или любые другие приложения именно на флешку. Это очень круто, ребят. Кому будет полезно, подписывайтесь на наш канал, оценивайте наши ролики. Погнали к просмотру. Итак, ребят, для того, чтобы на вашем Android смартфоне устанавливать приложения и любые игры, они сохранялись, или, например, перекинуть их на флеш-карту, очень все делается максимально просто. То есть если у вас уже память внутренняя забилась, но флеш-карта полностью пустая, или вы ее только купили, для этого заходим в настройки и здесь в самом низу ищем приложение. Вот вкладочка приложения, заходим именно сюда, ждем пока подгружаются наши приложения. То есть у меня их очень много, поэтому долго подгружаются. Вот загрузились наши приложения. Смотрите, выбираем любое приложение, которое мы хотим перенести. Или игру, или приложение, все это дело можно перенести. И, кстати, многих волнует вопрос, останутся ли достижения. То есть вы скачиваете игру на флешку, и когда вы будете ее проходить, точно так же все это дело будет сохраняться. Выбираем, например, любое приложение. Вот, допустим, у меня вот игра Fishdom. Заходим сюда. И вот здесь у меня просто память флешки забита полностью. Вот здесь есть удалить, вкладочка остановить и рядом перенести на SD карточку. У меня такого нет, потому что она полностью забита. Если же у вас тоже этого нет, просто бывает Android, что именно не показывает через приложение. Все это дело можно сделать по-другому. Смотрите, заходим точно так же в настройки. И здесь есть вкладочка память. Она рядом с приложением. Видите, вот память. Заходим в память. И здесь мы видим всю память, которая есть. То есть есть внутренняя память у нас. То есть 16 гигабайт, свободно всего лишь 400. И есть SD карточка. Ну, память SD карточки зависит от того, насколько у вас, собственно, флешка. И здесь есть настройки памяти внизу. И, смотрите, место сохранения по умолчанию. Заходим сюда. И вот здесь как раз таки вот у нас, видите, стоит внутренняя память. То есть это что значит? Когда вы заходите в Play Market, скачиваете любое приложение, оно автоматически устанавливается на память телефона. Если же нам поставить SD карточка, то все будет скидываться, устанавливаться автоматически на флешку. Это очень круто, потому что, ну, смотрите, например, можно настроить, чтобы там фотографии, музыку перекидываете на внутреннюю память. А все, что вы устанавливаете именно с Play Market, автоматически. То есть не нужно ничего перекидывать. Телефон будет сам понимать, что нужно устанавливать. Вот когда вы нажимаете установить, он будет сам понимать, что нужно устанавливать на флешку. И не будет занимать внутреннюю память вашего устройства. Это очень круто. Ребят, вот таким вот образом. Еще раз, смотрите. Настройки, память и место сохранения по умолчанию ставим SD карта. В общем, ребят, вот именно вот так просто это все делается. Но на самом деле очень полезная функция, потому что, как правило, как правило, внутренняя память очень быстро заканчивается. Вы были на канале OptoNet. Не забывайте подписываться на наш канал, оценивать наши ролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube-канале.